Всем привет, меня зовут Игорь, вы на канале недвижимости в Батуми. У нас сегодня видео будет в формате разбора, но разбора необычного. Мы будем сегодня разбирать один файл. Вы скажете, я сошел с ума? Ну, почти. Недавно у меня выходило видео по сравнению квартир и апартаментов. Точнее, не совсем сравнение, я там больше рассказывал про особенности апартаментов, их нюансы, ограничения от застройщиков и так далее. Можете посмотреть по всплывашке, обязательно рекомендую, чтобы понимать при выборе вообще недвижимости, какие типы имеются. И сегодня мы разберем один файл, сравнительную табличку, скажем так, брендового отеля и апартаментов, не брендовых. Этот файл, ну не то чтобы предоставлен, он сделан компанией European Village. Я снимал отдельный ролик в Vindom Grand Residence Batumi GONEO, в который входит и отель, и виллы, и таунхаус, и семейная резиденция. Это все в GONEO строится по системе All-Inclusive, там полный фэшн. Посмотрите обязательно разбор, он, правда, по качеству не очень, это был один из первых роликов, второй, если не ошибаюсь. Может, как-нибудь сделаем переразбор. Но сегодня мы сравним по версии European Village, чем отличаются апартаменты, брендированные от обычных апартаментов. Но нас с вами не проведешь, поэтому я от себя прокомментирую, исходя из того, что я видел и что знаю про недвижку здесь и про комплексы, потому что апарты, как мы уже выяснили в предыдущем, недавнем моем видео, они бывают разные. Вам желаю приятного просмотра, давайте начинать, поехали! Итак, вкратце, кто не смотрел про Виндом Гранд Резиденц Батуми Гонио, там больше был выпуск про Акву, это вот это вот отель, это брендированный отель полностью с отелем Виндом Гранд, это самая дорогая линейка. Также туда входят еще таунхаусы, Ривьера и Family Club, семейная клубная резиденция. Там куча инфраструктуры, 90 наименований, капитализация, гарантированные доходы. Посмотрите там более подробно, очень крутой проект, очень амбициозный, очень все там обещают сделать супер круто, дорого. И как раз сегодня мы их файлик и рассмотрим. Перед тем, как начнем, стоит оговориться сразу, что в этой таблице, в сравнительной, они как бы не врут на самом-то деле. Но здесь просто за пример апартамента взят, ну скажем так, самый худший вариант апартаментов, который в принципе бывает в Батуми. А они, как мы опять-таки уже знаем, они бывают разные. Поэтому я вкратце буду комментировать, что прям точно правда, что с оговоркой правда. Поэтому давайте начинать. Итак, вот здесь у нас апарт-отель. Спойлер, здесь везде будет нет. В общем, это чисто уничтожение апартаментов. Но на самом деле все как бы в целом логично. Но давайте по порядку. Справа у нас отель глобальной международной сети. Давайте справедливости ради. Это будет не только про Виндом Гранд Резиденс Батуми Гоня, но я сюда буду относить также еще и аналогичные комплексы. Например, там Редисон или Виндом Резиденс, которые строятся там же в Гоню. Потому что, по сути, это тоже отели международной глобальной сети. Поехали. Здесь у нас бедный апартамент. Смотрите. Популярность, узнаваемость отельной сети для сотен миллионов туристов. В целом да. В целом да. То есть здесь в скобочках можно написать любое количество отелей и стран мира в зависимости от бренда. Если Редисон, будет одно количество. Если Виндом, будет другое количество и другое количество стран мира. Если мы берем просто апарт-отель обычный, то у него какое-то название. Не знаю, какой-нибудь там Galaxy Apart Hotel Batumi. Его никто не знает и люди могут его пролистывать. Тут не поспоришь. Здесь есть определенная узнаваемость у бренда, у любого. Это касается чего угодно. Наличие готовой клиентской базы международной отельной сети. Здесь да, то же самое. Здесь какое-то количество миллионов человек, которые есть в базе Виндом Hotels и Resorts. У апартамента этой базы нет. А здесь частично правда, потому что получается у нас, если мы берем апартамент обычный, вот просто какой-нибудь условный Galaxy Hotel. Я спрошу прощения, если такой объект есть в Batumi, я его только что придумал, никакой конкретно не имею в виду. Если мы возьмем какой-нибудь там условно Galaxy Hotel Batumi, то окажется, что да, у них нет никакой готовой базы. Но есть апартаментные проекты, которыми управлять будут мировые управляющие компании. В отличие от обычных апартов, где там либо управляет какая-то местная компания. Получается у нас что? Что отчасти это правда, отчасти нет. Если мы берем какие-то дорогие апартаменты, хорошие, но не брендированные, допустим, то если там управляющая компания мировая, серьезная, то у нее своя какая-то база тоже определенно есть. А здесь, конечно, больше имеется в виду база как бы брендовая. Поэтому скорее да, вот скажем так, что здесь скорее да. Репутация успешной отельной сети длиною в десятилетия. Но если брать именно название апартамента, у Galaxy Hotel у него не будет, конечно, никакой репутации. Здесь да, ну и определенное количество лет, любое подставляем, не обязательно 43 Виндома. Redison, сколько? Не знаю, сколько Redison лет, поэтому едем дальше. Международная управляющая компания с наивысшим уровнем профессионализма. Да, здесь тоже какое-то количество лет истории. Здесь нет, опять относится только к Galaxy Hotel. Если мы берем, например, условно тот же объект Альянса, который новый будет сдаваться, там отель, он как бы не имеет отношения к самим апартаментам, но управлять апартами будет мировая управляющая компания. У нее тоже есть и стандарты, и обучение, и профессионалы работают. Поэтому я бы сказал так, что это правда, но по отношению к Galaxy Hotel. Опять-таки, бедный, несчастный наш Galaxy Hotel. Двигаемся дальше. Прозрачная финансовая отчетность отельной сети. Да, здесь личные кабинеты будут. И опять здесь вот so-so. В Galaxy, скорее всего, не будет. Там, наверное, пообещают, что будет какой-то личный кабинет. По факту, как это будет выглядеть, неизвестно. Если это посерьезнее апартаменты, не брендированные, но, точнее, как брендированные под отель, скажем так, то там тоже обещают все личный кабинет. Просто здесь он будет, ну, как бы точно. То есть тут с точки зрения гарантии здесь все верно. Международный маркетинг отелей со стороны глобальной отельной сети. Ну, в общем-то, то же самое. Да, что бренды отеля, они, ну, заботятся о всех своих объектах. Поэтому неудивительно, что это бренды мировые. Они узнаваемы в любой точке мира. Где-то просто в разных странах по-разному относятся к разным брендам. Где-то больше любят Виндом, где-то Рэдисон, где-то Хилтон, где-то Хайот и так далее. Но, тем не менее, конечно, да, вот глобально маркетинг у компаний у этих идет по всему миру. То есть узнаваемость бренда, они стараются дотянуться до всех людей. Дальше смотрим заполняемость и доходность. Тут очень интересно все. Давайте сначала разберемся по Galaxy отелю. Средняя стоимость номеров, средняя, 40 долларов. Мы берем номер стандарт, обычный. Летом заполняемость до 70%, вне сезона от 0 до 20, среднегодовая 20, 40. Конкуренция на рынке высокая, рынок перенасыщен и передовых технологий управления нет. А справа у нас совсем другие цифры. Тут все очень круто, здорово. Но, опять, это прогнозы. То есть сразу можно сказать, что цена средняя, ну, может быть, не знаю, с чем именно они сравнивали. Скорее всего, с аналогичными отелями их сетки по миру. Ну, плюс по Грузии. Но, например, в Хилтоне, в Батумском, здесь цена очень высокая. Там, я смотрел, там и 350, и 400 долларов была цена за одну ночь, летом. Другой вопрос, какая заполняемость при такой цене, это вопрос открытый. Это только смотреть их финансовые какие-то документы. Я не знаю, они бывают в открытом доступе или нет. Но можно только по ощущениям судить. Но, опять, по ощущениям, как судить. Вот в этом году говорят, что сезон вроде плохой, все отели полупустые стоят. Ну, не знаю, не могу сказать, какая заполняемость. Здесь, конечно, оптимистичный прогноз сделан. При том, что, да, вне сезона, как бы, 40-50%, они пишут. И среднегодовая 69%. Ну, в целом, может быть. Но цена, скорее всего, она все-таки в большей степени чуть ниже. Чуть ниже должна быть. А вот по поводу Galaxy отеля. Я, кстати, общался с одним человеком. Здесь в Батуми у него управляющая компания крупная по, вот, как раз, обычными апартаментами. И больше 100 аппартов в управлении. Он что говорит? Что я ему скинул вот эти цифры по Galaxy отелю. Он говорит, что если занимаемся мы, то цифры будут даже выше. То есть заполняемость летом может доходить, достигать почти 100%. Но это, говорит, если заниматься прям капитально, серьезно. Если сдавать те же апартаменты, тот же апартамент, о котором я у него уточнял, через управляющую компанию, локальную, местную, то там цифры могут быть даже ниже в полтора раза, чем здесь. О чем это говорит? О том, что с точки зрения, если вы хотите сдавать через управляющую компанию, вам нужны какие-то гарантии, то, конечно, вот эта вот история, она более привлекательна. Понятно, что здесь цена апартамента покупки, она существенно дороже. Но здесь, в случае вот с European Village, там есть гарантии. То есть гарантии доходности, которые прописываются в документах, гарантии обратного выкупа плюс 10% от цены. Это, конечно, аргумент серьезный на самом деле. Но по поводу обычных апартаментов, зависит от того, кто и как будет ими управлять. Едем дальше. Высокая ликвидность на вторичном рынке. Редко, чаще это массовый продукт, который ничем не отличается. Ну, в целом, да, опять, если мы возьмем обычные апарты, они как бы обезличенный апартамент, вот если вы будете перепродавать, да, какой-то апарт, в каком-то вот апарт-отеле, неизвестном, где просто апартаменты, где нет ни брендового отеля, хотя бы там вот в самом доме, ни какой-то инфраструктуры. Такие дома тоже есть, то есть просто отдельно стоящий апарт-отель. Конечно, это будет, ну, ни о чем, потому что в апарт-отелях в основном нет отопления, это нужно какую-то финансовую историю какую-то подбивать, показывать потенциальному покупателю, потому что, ну, вы же не продадите его для себя. Люди в основном, ну, как бы не живут в объектах без газа, без отопления, поэтому продать будет, конечно, сложнее. Здесь, да, здесь бренд, бренд, бренд. На самом деле, я подтверждаю, что многие люди, состоятельные достаточно, они принципиально выбирают определенные бренды. Есть люди, которые, когда куда-то путешествуют, они заселяются в отеле одного и того же бренда в разных странах. Вот мне, например, Рэдисо нравится, кому-то Хайт, кому-то Хилтон. И люди выбирают, несмотря на мини-удачное расположение или еще что-то, они вот как бы двигаются вместе с этим брендом, поэтому здесь, конечно, это однозначный плюс. И в том числе и на вторичке. Также еще по вторичке важный момент в случае вот с Виндом Гранд Резидент, с Бату Мегонио, что они не бросают вас, типа вот ищите клиента, там, хотите перепродать. Они берут себе этот объект в продажу, преимущественно право продажи, и это очень сильно ускоряет, на самом деле, продажу, чем вы будете со своим апартаментом, с таким же, как другие еще тысячи, десятки тысяч людей, и пытаться его куда-то перепродать в случае, если понадобится. Едем дальше. Страхование недвижимости. Да, оказывается, ну не оказывается, а бренд страхует, ну то есть отель полноценный, он страхует свои здания. В апарт-отелях никакой, конечно, страховки нет, только если вы частную сделаете. Здесь тоже можно сделать частную, но само здание, оно застраховано. Программа лояльности. Ну, в целом, да, в обычных апартах, даже в апартах с брендированным отелем на борту, то есть вот что-то промежуточное, там программ лояльности никаких не бывает. А в отелях, в полноценных отелях, в нашем случае, вот неважно, там, Редисом, Виндом, у них у всех есть своя программа лояльности. Элитная локация интересная для туриста. Ну, здесь тоже они пишут, что в редких случаях. На самом деле у апартов есть хорошее расположение, есть прям суперкрутые расположения, но здесь, знаете как, мы можем только догадываться, по каким признакам и кто принимает решение об открытии отелей. И что-то мне подсказывает, что там не дураки сидят, управляющие, которые занимаются выдачей лицензии, франшизы, расширения. Мне кажется, что все-таки люди там с головой на плечах, и они понимают, в какой регион, в какую, точнее даже не регион, а локацию они инвестируют деньги с учетом ее развития. Поэтому мне кажется, что должно все получиться классно у тех отелей, которые, именно полноценных отелей, которые сейчас строятся. Продажа отдыха осуществляется через туристические агентства в виде пакетного тура. Вообще, да, да, я знаю, что продают туры, которые недорогие, но там не селят в апарты, там селят в какие-то непонятные ноунейм отельчики на своих условиях. А вот так, чтобы там людей заселяли в какие-то апарты, я такого, честно говоря, не слышал. Ну, обычные отели, конечно, да, они попадают под туры, поэтому это тоже влияет на заселяемость, скажем так. То, что сам отель брендовый, он сотрудничает с разными крупными туристическими компаниями. Котловой способ распределения прибыли. Это когда из определенного сегмента номеров, допустим, там номера с видом на море, с пятого по десятый этаж, вся прибыль распределяется равномерно, независимо от того, какой конкретно апартамент сдавался. В апартах здесь пишут, что нет, индивидуально для каждого апартамента считается. А здесь, да, здесь понятно, здесь у них котловой метод распределения. А в апартаментах не совсем так, потому что есть комплексы. Ну, если мы опять возьмем обычные апартаменты, в которых людям разрешили сдавать самим, они бегают там в Телеграм, постят там на букинге миллион этих объявлений, тогда да, там, естественно, никакого нет котлового способа и так далее, потому что это должно централизованно сдаваться. Но на примере Куба с овалом, да, это тоже как бы апартаменты, внизу будет отель, наверху апартаменты, ну, в одном здании. Но это вот как раз пример вот какой-то середины между брендовым отелем и обычным там ноунейм-апартаментом, потому что там это все будет сдаваться централизованно, то есть жить там нельзя, сдавать самим нельзя, обязательно сдача через управляющую. Поэтому у них там тоже будет котловая система. Но это скорее исключение. В основном это правда, да, что нигде такого нет за редкими-редкими-редкими случаями. Просто вот Куб с овалом, они первыми приходят в голову. Ну, еще, по-моему, где-то встречалась котловая система, по крайней мере, планировалась. Ну, тут скорее, да, все верно. Снижает риск недостроя. Ну, нет, 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 нет. Здесь, конечно, ну, здесь все нет будет. Я не проверял эту инфу, но на самом деле, да, я не слышал о том, чтобы отели не достраивались и стояли полуразрушенными. Ну, то есть, как бы все Редисоны, все Виндомы, да, они могут сдаваться там в разное время с какими-то задержками, переносами, как и, в принципе, всегда и везде. Но, тем не менее, это тоже репутационная история, когда ты покупаешь номер прям конкретно в отеле Виндом или Редисон, или еще в каком-то, неважно, вероятность того, что он там останется на уровне арматуры, торчащей со второго этажа, она не то чтобы прям отсутствует вообще, но она меньше гораздо, кратно, в разы, чем у просто какого-то дома, у локального застройщика. Сервисы. Вот здесь начинается настоящее уничтожение апартаментов, потому что тут будет перечисляться, естественно, огромное количество сервисов, которые еще и не просто для брендового отеля, а еще и при системе All-Inclusive функционируют. Поэтому давайте здесь не будем прям сильно-сильно задерживаться и пройдемся так, быстренько. Круглосуточное обслуживание номеров. Тоже смотря где. Если мы берем обычные апарты, то, в принципе, если что-то критичное у вас случилось, и ресепшн круглосуточный, то что-то они сделают. Вопрос, какое именно обслуживание. Ну, в отеле, понятно, тут везде будет, да. Служба консьержей круглосуточной. Ну, здесь не совсем правда. Даже вот у меня в жилом доме консьержи круглые сутки сидят. Другое дело, какой вопрос они могут решить. Ну, что-то банально подсказать, помочь там, куда-то позвонить. Это да. Поэтому в апартах тоже почти во всех более-менее нормальных домах ресепшн работает круглосуточно. Доставка продуктов и лекарств. Ну, если вы прилетели и сами не можете заказать, тут, как бы, скорее всего, да. В апартах вам могут подсказать на ресепшне какое-то приложение. За вас, конечно, вы не можете позвонить на ресепшн и сказать, хочу виноград с хинкалями. Так не будет работать. Ну, не знаю, будет ли так работать в Виндоме. Посмотрим. Питание по запросу за дополнительную плату. Ну, вообще, если мы берем систему All-Inclusive, то да, оно будет включено. Ну, во всех остальных случаях не All-Inclusive, что в апартах, что в отеле, питание будет за дополнительную плату. Ну, если бы не берем, допустим, апартамент с включенным завтраком, и то он не бесплатный, он просто туда, как бы, копеечкой добавляется. Рум-сервис, доставка заказов номерам. Ну, здесь, да, скорее всего, нигде ни у кого такого не будет, чтобы вам прям заказы в номер. Есть курьеры, они вам будут привозить, вы будете еще спускаться, потому что их никто не пустит, подняться на лифте, и будете забирать доставки. У отеля, в общем-то, есть такой, в принципе, во всех отелях рум-сервис. Ну, понятно, за денежку. Медицинские услуги. Ну, понятно, что, опять-таки, далеко, во-первых, не везде есть какие-то медицинские центры или кабинеты в апартаментах, я имею в виду, поэтому за неимением самой услуги ее и предоставить вам никто не может. Ну, All-Inclusive, это понятно, это они тут уже издеваются, просто потому что All-Inclusive только у них есть, в принципе. Естественно, в любом другом проекте его не будет. Круглосуточная охрана и видеонаблюдение. Вот здесь, ну, уже, как бы, конечно, нет. Везде есть круглосуточная охрана и видеонаблюдение. Но вопрос тоже, какая это охрана? То есть какой-нибудь там спящий охранник, который там, я не знаю, сидит там, тикток листает, это одно. А тут, может, какой-нибудь будет накачанный здоровый мужик там с пулеметом. Ну, в общем, это все я, как бы, утрирую. Но, тем не менее, видеонаблюдение, оно есть. Но слышал пару раз в апартах, что люди пытались выяснить какую-то ситуацию, а у них не получалось, потому что им, как бы, сказали, что ничего не пишется, ничего не работает. Не буду называть комплекс, но всякое бывает. Удобство для людей с ограниченными возможностями. Ну, это такая тонкая история. Конечно, не везде. Они где-то есть, но не все проекты приспособлены для маломобильных групп населения. Отели. Конкретно, наверное, они это будут предусматривать, но даже не все. Хотя нет, наверное, в большинстве отелей все-таки можно, можно, ну, есть удобство. Но здесь вот такой пункт, конечно, ничего не скажешь. Прокат велосипедов и самокатов. Ну, тут уже прям конкретно они прям издеваются. Понятно, что никакого там проката нет, самокаты здесь просто стоят. Я, кстати, не знаю, как у них это будет реализовано, это мы посмотрим. Хранение багажа в отелях, ну, обычно, да, предусмотрено. В апартах, ну, в некоторых, кстати, есть. Почему нет? Ну, как минимум, это не как сервис сделано, а просто ты можешь там прийти и попросить там на полчаса оставить чемодан. Возможно, где-то такое бывает. Но это, скорее, исключение тоже исправил. Привлечение звездных гостей для выступления в ресторанах с живым звуком. Ну, нет, да. Ну, тут зависит от ресторана. Если в каком-то хорошем апарт-отеле будет классный ресторан, вот здесь есть рестораны, которые не в отелях, просто рестораны, в которых выступают звезды. Регулярно туда приезжают. То, как бы, ну, это не совсем минус апартов, скажем так. Ну, в отелях, да, частенько приезжают, ну, наверное, чаще. Ну, это тоже такой, далеко не самый главный пунктик. По инфраструктуре открыты бассейны нет или за дополнительную плату? Бассейны сейчас обещают почти везде, и в большинстве они идут действительно за дополнительную плату. Здесь, понятно, при системе All-Inclusive он входит в стоимость. Либо бассейна нет, ну, да, много где их нет, и много где за дополнительную плату. В принципе, да, да, согласен. По поводу СПА. К СПА мы имеем в виду не массажные процедуры, потому что здесь тоже не было бы, да, она, как бы, сама услуга есть, но она платная, потому что если здесь они противопоставляют, что за дополнительную плату, здесь было бы нечестно писать, что это бесплатно. СПА имеется в виду просто там хамам, какая-то банька, там, маленькая сауна и так далее. В обычных апартах в основном это платно. В основном, ну, либо этого нет, либо это за дополнительную плату. Так, чтобы это было прям бесплатно, ну, не знаю, может, кто-то сталкивался, я пока не слышал, чтобы это прям на халяву было. Закрыты бассейны, ну, то же самое, как открытые. То же самое, как открытые. Да, обычно вот у нас в соседних двух домах есть бассейны, там и СПА, и все, но ты туда приходишь, даже если ты живешь в этом доме, ты просто покупаешь абонемент и ходишь, как человек с улицы. Ну, для собственника может быть скидка, это вот максимум. Здесь, если ты останавливаешься в отеле по системе All Inclusive, в тебе это все включено. Детский клуб, понятно, тоже, ну, далеко не везде есть, точнее, почти нигде нет. Кинозона тоже, они уже издеваются, понятно, что не везде есть. Ну, кстати, на некоторых комплексах на крышах есть мини-кинотеатр, такие кинозоны, ну, понятно, они тоже платные, естественно. Наличие парковки. Отсутствует либо недостаточно машиномест? Да, их никогда не бывает достаточно, на самом деле. А вот здесь интересно, с расчетом максимальной нагрузки, они пишут, что наличие парковки, ну, тоже посмотрим, посмотрим. Пока не могу никак прокомментировать. А тут, да, с парковкой везде беда, всегда, мне кажется, в любой стране мира, в любом комплексе. Наличие ресторанов а-ля карт, ну, понятно, да, это тоже только прерогатива в основном All Inclusive отелей. Смотрим дальше, быстренько, оборудование, нескольких мест для занятий спортом. Теннис, фитнес, ну, это все, все, в принципе, относится к и бассейнам, и спа, инфраструктуре. Здесь у них все есть, а тут ничего нет. Понятно, что вертолетная площадка, боулинг, бильярд, физиотерапия, что угодно, фотозона, еще и халяльный бассейн. Ну, это просто перечень их 90 вон тех пунктов инфраструктуры, и вот она дальше еще продолжается. Ну, мы на этом не будем останавливаться, это больше такая пакетинговая тоже фишка, фишка, против которой-то, по сути, не поспоришь. Ну, вот есть где-то там шаттлы фирменные? Ну, нет. Ну, вот нет у апартамента фирменных шаттлов, и 90 объектов инфраструктуры нет, а у них есть. Вот, как бы все. Едем дальше, по строительству. Современные решения согласованы с брендами. Здесь момент такой, что понятно, когда есть бренд, мы всегда ссылаемся на бренд, что это вот бренд знает как лучше, брендовый отель, вот у них стандарты, у них нормы, они там делают исследования, обновляют там дизайны, прорабатывают это все и так далее. В обычных апартах там, да, там как вот, как сделают, так сделают, как придумали, так придумали. Ну, в целом, как бы, соглашусь. Модернизация отеля по прошествию времени. Ну, да, с апартами, конечно, ничего никто делать не будет, с обычными, а вот брендовый отель, он, ну, спустя какое-то время могут саму концепцию, ну, концепцию саму, конечно, вряд ли поменяют, но как-то осовременить, освежить, что-то переделать, это да, это может быть. Ремонт за счет управляющей компании нет, и да. Здесь тоже не везде, не везде. И если, опять-таки, мы условный там куб с овалом возьмем, то там мелкий ремонт, именно мелкий ремонт, который там что-то сломалось, или там потерлось, или сломали именно те, кто снимает апартаменты, это будет все за счет управляющей компании тоже делаться. Если мы берем просто апартамент, который вам дали ключи, и все, вперед, сами занимайтесь, естественно, там, ну, управляющая ничем этим заниматься не будет, это все будете вы делать сами. Но в таком случае вы не отдаете, как бы, извините, 40% управляющей. Поэтому здесь не совсем да, ну, скорее нет, чем да. По звукоизоляции, ну, тоже это очень все сильно зависит от дома. Понятно, что тут тоже мы ссылаемся на стандарты качества пятизвездочных отелей, но я, честно, я не скажу, что я прям в куче отелей был, но не сказал бы, что в отелях прям какая-то невероятная звукоизоляция. Пока я сильно такого не обращал на это внимание, честно говоря. Обычно, если кто-то орет, то будет слышно в любой шумоизоляции. Ну, а обычные апарты, они как бы вот как-то, как-то строятся, да. Отопление, кондиционер и центральное. Здесь имеется в виду центральное отельное отопление, это вот что-то типа фан-койлов, либо системы центрального кондиционирования, которые в потолок встраиваются, как в отелях. В обычных апартах, да, если мы берем, там, тот же, я не знаю, Orbi или Batumi View, там нет такой системы, там обычные кондюры вешаются и все. Ну, можно дополнительно сделать теплый электрический пол. Но если вы под ключ делаете, обычно никто теплый пол вам не делает, вы получите просто вот студию, бетон с висящим кондиционером, как надо мной. И на этом, в общем-то, все. Центральная система вентиляции, только вытяжка, а здесь система приточно-вытяжной вентиляции. Ну, в отелях, да, это все тоже по-современнее делается. В обычных апартах и не только, еще и в квартирных домах тоже есть такая проблема с вытяжками. Не ставят приточку, обратные клапаны не ставят, когда ремонты делают, потом это все кто-то из соседей жарит, у тебя воняет, я через это сам проходил и прохожу, пока уже свой ремонт не сделаем. Экономят на ремонте, экономят на строительстве, поэтому есть такое дело не только в апартах, но опять от цены зависит. Если это прям хороший застройщик, классные апартаменты дорогие, то, в принципе, я думаю, что там не должно быть такой проблемы. Ну что, у нас уничтожение апартаментов закончилось, я пытался их защитить как только мог. Ну, на самом деле, пишите, что думаете про такой формат, может, если будут появляться какие-то интересные файлы, можно делать небольшие такие ролики с разбором какой-то конкретной ситуации, какого-то конкретного файла. Но мои контакты будут в закрепленном комментарии и в описании. Подписывайтесь на канал, на телеграм, на соцсети. Буду рад с вами пообщаться, помочь выбрать недвижимость. Меня звали Игорь, ну, еще будут звать. Я с вами прощаюсь, до новых видео, пока. Субтитры сделал DimaTorzok